друзья всем привет всех с первым днем весны сегодня первое марта последние два дня особо ничего не делаю в основном за компом сижу работаю сейчас вот глаза устали вышел прогуляться хожу так вокруг пруда прогуливаюсь на улице тепло классно хорошо когда есть такая возможность выйти подышать свежим воздухом это в городе сидишь я в городе обычно даже не выхожу мне лень на лифте спускаться одеваться спускаться на там особо не погуляешь нормально смотрю уже это рогоз попер вот с южной стороны где прогревается вода лучше всего тут уже пошла зелень пошел рогоз вот тычинки уже вылазят вчера ходили в баню и короче бойлер нафиг отвалился ладно вовремя заметили он там на полке повис так бы мог прям вообще упасть все оторвать он получается вырвал вагонку вот я там немного не до зацепился за там закладная сделана специально под бойлер и у меня болта не хватило и он там как раз уперся не докрутился и это в общем чуть-чуть и вы выдавил я это как-то я ощущал что он ее выдавливает но это что-то затупил короче с этим моментом и он вот выпал я его вчера переделывал там баня уже не даже не снимал что-то вот и разобрался как него воду спускать в итоге вода с него вообще никак не спускается сейчас зайдем расскажу вот я кстати матрас принес сюда купил такой матрасик не стал уже брать такой матрас как знаете как на лежаках взял уже получше чтобы здесь можно было если чё прийти и переночевать или там кому-нибудь переночевать более-менее такой матрас но в принципе удобный вчера на нем уже валялись вот он состоит чехол можно снять постирать а внутри такой как-то там файбер какой-то называется в общем вот такая вот штуковина вот он оказался даже немножко тверже чем я думал вот эта штуковина сверху твердая а потом помягче идет надеюсь он не будет если на него ложится там сырыми не будет плесневеть и так далее ну в принципе он стоит 2000 там 2 с 2 800 по моим почти 33 тысячи такой матрас с лечо его можно утилизировать новый купить спустя пару лет пока что его на пенку приходится стелить все еще не просохло прилипает пол масло не просохло так вот бойлер все теперь он точно намертво висит я на нем чё только как на нем только уже не висел не прыгал я взял болт покрупнее он зашел закладную плюс еще доложил закладную туда вот по поводу воды как спускается вода я открутил вот эти вот обе штуковины прям вот их и вода кое-как там тоненькой струйка текла а потом вообще перестала практически течь так что вот эти вот все клопада они тут особой роли вообще не играют воду я слил вот через это место вот здесь вот есть такая штуковина конечно вообще надо инструкции от бойлеров читать а я ее изначально куда-то засунул и клапан не дать накрутил и про вот эту штуку я не знал там вот короче она скручивается там такой стержень вот и отсюда прям вода просто выливается огромной толстой струей вот а вот это все вообще оно никак не работает я говорю вот полностью скрутил и бойлер как был полный так и есть никак она не выходила оттуда хоть это не знаю если только туда воздух задувать чтобы его выдавила воду тогда может вытечь это так вот в свободную он никак не вытекал так что вот эту штуку я тут полочки хочу сделать в этом месте и тут может быть поставлю какую-то скрою там трубу канализационную чтобы можно было открутить и в трубу все слилось когда вот зимой морозы чтобы это все на полке не залилась тут столько много места можно все разместить вот тазик уже детский и вороник как не можем завести в парное уже сколько раз пробовали в другие баня до с детства вот насколько несколько раз в бане бывали всяких спа-центрах он никак в парную не заходит как-то как только тепло чувствует сразу вылетает оттуда и ревет не знаю как его приучить бане пытались вот его сейчас в тазике с водой как бы чтобы он популькался не хочет тут прыгал наверное минут двадцать просто вот так и не пошел не знаю когда он соберется не будем его заставлять если захочет сам пойти пусть идет а так даже не будем париться прибрался на участке восстановил все сетки поправил все палки кучи самброзии вот здесь вот развалил все будет в саду я тут потом полностью замульчирую всю землю когда буду косить траву буду закидывать там просто сеном не знаю насколько это хорошо не хорошо но хочу там полностью закрыть всю землю мульчой травой которую накошу вот и там все кучи я стаскал туда вот навал распределил таким толстым слоем тот вал тоже буду полностью засыпать там сейчас будет самое наверное оптимальное по влажности он и в воде стоять не будет если его забульчировать нормально и поливать то там будет мягкая земля и будет прекрасно расти на деревья будут расти вот надо его засаживать так все все нормально прошелся также посмотрел все вокруг дома как плитка перенесла зиму но мороза в целом не было вот единственное микротрещины появились вот здесь на уголке вот микротрещина и больше в целом нигде не нашел не знаю на пролить наверное чтобы туда влага не попадала и не размораживал не разрывал чем-то пролить не знаю чем заделать все трещины если еще где-то найду вроде в остальном все все хорошо нигде ничего не отпала не потрескалась будем ждать весну смотреть что тут пережила что выжила а то некоторые растения прям под корень еще тут заяц их погрыз у меня тут чешуйчатый можжевельник был до чуда посажено я их сетка не закрыл думал ничего заяц их сгрыз когда снег выпал я в камеры смотрел тут просто все было истоптано кошками не знаю зайцами ну зайц точно вот здесь около дома прям очень сильно было натоптано и вот около можжевельников которые он поел вот будем смотреть что у нас принялось тайки подаренные зрителями вот все хорошо с ними они не пожелтели не посохли но у них сейчас такой вид правда скоро начнут тоже зеленеть что ты нарисовал какашку у лица к и и и и и и и Мама, мама! Мы же захладели и прятимся. Ну а на сколько постель заправила? Давай на счет пять. Раз, два, три, четыре, пять! Пятенька. Там кто? Утки. Раз, два, три, четыре, пять! Утки. Раз, два, три! Раз, два, три пистолета. Три! Утки! 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 Мебель внутри здания. Утки! 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 через несколько дней вода пробежала и стала уже чистая то есть видимо это из-за того что нас долго не было и тут шли сильные дожди и верховая вода может быть в колодец попала и замутнила скважину сейчас нормальная вода чистая бежит воду уже пятый или шестой день пьем вот эту после осмоса пьем ее как бы без кипячения такую сырую уже вот ничем она не отличается от магазинской бутылированной водой что-то вода через осмос прогнана что это вода тоже через осмос вот проверили ее на ph ph немного не хватает но может это тоже сезонно вот плаш где-то около 6 а надо от 7 чтобы ph никакого осадка нету и по вкусу вот в городе у нас стоят фильтры обычные не осмос а просто фильтры мы их там тоже часто меняем вот если фильтр там забивается у нас в чайнике накипь но вода там в городе после даже после фильтра вот того ее пить даже кипяченую как бы я не могу она мне чем-то пахнет вот а это вода ничем не пахнет по вкусу приятная такая как будто бы даже сладковатая давно я не покупал никакого инструмента в мастерскую вроде всего пока что хватало для работ сейчас вот решил взять для шлифовки вот такую вот эксцентриковые шлифовальную машину болгаркой пробовал шлифовать дерево это треш ваще она вообще непредсказуемо все там отшлифовывает ямами попробую такой такой должно быть нормально шлифоваться the world регулируется скорости вот такая вот где тут модель 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 мехико а а а а а а а а Продолжение следует... 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 вообще не скользит даже не могу подтолкнуть так цепляется за доску все вот здесь вот он четко там два сантиметра и тут небольшой остается матраса остаток все высота получается самой 45 сантиметров плюс матрас 10 сантиметров но он проминается до трех сантиметров вот и когда сидишь но когда я сижу у меня ноги получаются ровный угол от пятки ну вот короче вот так вот когда сидишь ровный угол лени немного высоковато получилось у нас сегодня банный день затопил баньку сейчас погреваю буду тестить лежак с лежанкой намного приятнее в бане я тут уже зацепил где-то матрас затяжку сделал так вот с лежанкой намного приятнее в бане потому что основное время ты находишься здесь там буквально может захода 4 делаешь там по 15 10-15 минут вот остальное время здесь валяешься отдыхаешь вот без лежанки как-то было неудобно на стуле сидеть а тут сейчас даже на полу когда стелили прошлый раз вообще кайф вышел лег и отдыхаешь вот теперь готово трещит немного как-то страшно как будто потрескивает еще штору прошлый раз отрезал теперь сюда вода вообще не захлестывает вообще идеально получилось вот сюда на порог вода не попадает только вот так вот отсекает воду и там она не мешается абсолютно так вот миниатюрно красиво все выглядит ничего не мешается веничек замочил не знаю каких там правильно замачивать запаривать я его просто пока что в холодную воду кинул он уже размок можно наверное убирать его из воды пусть просто лежит я смотрел их там замачивают немножко и в пакеты суют типа они в пакете в плотном готовятся пока баня готовится я обычно в баню хожу после лены сегодня с утра пораньше истопил хочу днем сходить хоть посмотрю на пруд там сейчас шторм волны такие на пруду обычно вечером идешь уже темно ничего не видно вот на улице то солнце то дождь сегодня пруд кстати это муть прошла стал чистый такой зелененький голубоватый ну как обычно хотел к соседу сходить на соседский пруд ну там на заброшку думал водоросли на рву накидаю у себя там есть водоросли там очень чистый прудик маленький есть он полностью заросший забыл уже как водоросль называется я в телеграм-канале скидывал три вида роз водорослей вот которые тут у нас в целом растут вот одна из них там на пруду есть я хочу себе посадить там по берегам кое-где чтоб она росла она растет так снизу вот такая трава вот как раз для рыбы будет пока у меня нету там амура такова да пусть разрастается травка ну пусть не вода разводится но пришел на пруд на тот он маленький там вот в низине находится его полностью затопило и он очень грязный у меня уже очистилась вода а тот пруд вообще грязный прям ничего не видно муть такая но летом когда он стоит он вот у меня мутный цветет пруд да такая мутная а там вода кристальная до дна видно он там наверное глубиной метра около двух и прям такая чистая вода и вот только эти водоросли видно вот здесь я тоже хочу их добавить кое-где ну как они появятся как вода очистится схожу опять на заброшенный участок попробую половить эту водоросль в комментариях под прошлым видео были вопросы по поводу такой вот простой вытяжки типа там надо какую-то басту ставить до чудо вот я взял с собой датчик видно нет как сделать чтоб видно было на камеру датчик co2 наш основной показатель что там еще влажность частицы ну вот частицы здесь бани тоже можно проверить хотя такой не супер важный главное вот co2 сейчас будем тестить баню не супер сильно натопил сейчас показывают где-то около 40 в парной она еще топится сейчас до топится будет под 60 вот 60 это вообще для меня 50 60 вот я уже сколько раз помылся 50 60 оптимальная температура мне жарче как бы не надо ну и влажность где-то тоже около 50 60 прям вообще хорошо вот сейчас вот он долго немножко соображает этот датчик у него там такой вентилятор внутри он туда воздух загоняет его анализирует и уже выдает значение поэтому ему надо немножко постоять сейчас пока тут потом я в парную буду заходить и его возьму на 15 минут 15 минут посижу посмотрю как вообще там с кислородом обстоят дела вот зелененькая до 1000 ну вообще нормально до 700 но вот у нас тут в доме не получается держать ниже тысячи в районе тысячи все время co2 у нас вот надышиваем там это надо очень сильно проветривать чтобы держать там до 700 здесь вот уже тоже под 700 но это я тут рядом с ним стою дышу я будем проверять занес датчик поставил сюда вот на полок надеюсь он не накроется температура где-то 45 градусов вот на этом уровне влажность 40 сейчас подавать ничего не буду просто протещу вот так вот буду сидеть 15 минут посмотрим насколько загрязнится я тут задышу воздух в одну вытяжка чуть-чуть открыто еще открыл буквально пол сантиметра воздух холодный задувает сюда прям на руку прям дует холодный воздух прошло пять минут температура уже под 50 и влажность под 50 co2 повысился до 1000 это уже надо проветривать прошло больше 10 минут я немного поддал чтобы создать что-то ну так сказать тягу горячего воздуха чтобы он больше выходил вот 50 температура влажность почти 60 надышал я уже на 1200 то есть температура на полке 40 градусов влажность на полке 84 градуса процента а тут на полке сильно влажнее ну чем ниже тем влажнее так частицы две с половиной под 700 это ваще жестко частицы 10 это уже под 800 уже аж фиолетовая но это из-за пара это частицы воздухе которые летают это пар и когда поддаю вот поддал очень много стало частиц вот co2 растет он никак не уменьшается не стабилизируется чем дольше я сижу тем получается тут больше углекислого газа и он никак не уходит надо окно открывать и проветривать вот но по идее уже я вот уже бы готов выйти уже больше 10 минут уже как бы можно выйти и проветрить между заходами проветривать и тогда в принципе вентиляция тут какая-то особо другая не нужно все равно выходишь парная проветривается вот если тут двоем или троем сидеть то это в разы быстрее мы тут задышим все за три минуты надышим углекислого газа в 1 вот так получается сейчас еще поддам экстремальные условия для датчика он вообще такую температуру не рассчитан 40 стал влажность подает 700 это также частицы держится это уже очень много 1300 углекислого газа тоже чревато головокружением недостатком кислорода вот эта штука песочные часы они по идее на 15 минут рассчитаны осталось минута наверно 2 15 минут я тут вот сидел все надо выходить проветривать в общем смотрите у меня же приток воздуха сделан только вот с этой стороны вот здесь вот в уголке все я сейчас открыл окно на форточку и появилась вообще жесткая тяга прям задувает сюда воздух вот через щелку сейчас наверное будет лучше проветриваться вот и сюда сейчас не дует сейчас видимо наоборот выдувает воздух то есть пошла тяга но вытяжка сейчас буду тестить насколько лучше стало с такой вот ставлю опять 15 минут баня еще сильнее прогрелась парная уже больше 50 прошли те же минут наверное 7 ну так на глаз я не засек посмотрите тысячи даже уже нет уже лучше воздух проходит при том что я тут сейчас уже с венечком и стал здесь интенсивнее дышать еще как можно сказать в норме стоит вот спустя 7 минут но она все равно все равно накапливается но уже не так видимо там маловатый приток сейчас получше стало а я наклонился в сторону датчика сразу это пошла движуха чем ближе к нему дышишь тем вообще вот прям вот сразу по 40 делений вверх ну короче вот как-то так вытяжка она больше предназначена для уже для просушивания бани в итоге а вот так вот чтобы париться здесь и дышать надо форточки открывать это не поможет данная вытяжка как-то так так все пока что про нормально больше видео не будет именно процессом там что-то еще печь жарит нормально меня устраивает по вытяжке ну сами понимаете как обстоят дела вот в общем то когда проветриваешь вообще все супер лежанка просто вообще огонь просто выходишь и это уснуть тут охота еще сегодня днем пошел солнышко светит так пригревает можно посмотреть на пруд на облака в общем релакс полный вот в бане пока что не знаю может быть еще полки буду делать и наверно пока что все а стол же еще надо стол стол посмотрю варианты столов сделал сюда еще стол и полочки и пока хватит все друзья на этом сегодня заканчиваю не забывайте поддержать это видео лайком когда я не прошу поддержать лайком лайки вообще забывайте ставить там меньше 100 лайков на видео вот ладно хоть комментарий немного пишите все всем спасибо за просмотр и отдыхать скоро увидимся